В зависимости от основных используемых кормов различают виды откорма крупного рогатого скота. Это откорм на зеленых кормах, на силосе и сенаже, на отходах пищевой промышленности жоме и барде, откорм на концентрированных кормах и другие виды. Лучшее использование крупного рогатого скота и успех откорма достигается правильной организацией предоткормочного периода. При интенсивном откорме бычков его начинают с 8 месяцев при весе молодняка 200 кг. Откорм бычков продолжается до 240 дней и завершается при весе от 400 кг. Использование среднего и пониженного откорма крупного рогатого скота в молочный и дальнейший период потребует доращивания в качестве предварительного этапа. Целью доращивания молодняка является формирование животных, которые имеют развитые ткани и мускулатуру и в состоянии потреблять большое количество кормов. Доращивается молодняк обоих полов и весом 140-220 кг. После доращивания средний вес должен быть 280-300 кг. Ежедневный прирост 600-800 г. Доращивание продолжается от 100 до 180 суток. В зимний период в доращивании крупного рогатого скота 80% составляет силос, сенаж, грубая корма и 20% концентратов. Летом доращивание происходит на зеленых кормах с добавлением 20% концентратов. Самое эффективное доращивание осуществляется на естественных и культурных пастбищах. Доращивание молодняка обязательно до откорма на отходах пищевой промышленности. Разнополые животные значительно отличаются по качеству и количеству мясной продукции. Поэтому молодняк следует откармливать дифференцированно, с учетом биологических особенностей и максимального экономического эффекта. Наибольшую интенсивность роста демонстрируют некастрированные бычки, которые при обильном кормлении долго сохраняют большой прирост, дают тяжеловесные туши с малыми жировыми отложениями при минимальных затратах кормов. Они хорошо откармливаются на привязи или группами по 15 голов. При этом переформировать группы нельзя, поскольку это приведет к стычкам между животными. Откорм некастрированного крупного рогатого скота завершается в 15-18 месяцев. При весе бычков 400-500-550 кг. По энергии роста кастрированные быки уступают обычным 12%. Кормов на прирост идет больше. Но откорм кастратов имеет массу преимуществ. Это спокойное поведение, низкая активность, которые позволяют содержать животных без привязи и группами в помещении или в загоне. При откорме кастрата откладывают много жира, дают сочное нежное мясо, которое быстро созревает и долго хранится. Интенсивный откорм осуществляется до 450 кг. Такой вес достигается в 15-18 месяцев. При откорме телок следует учитывать биологические особенности. Это быстрое созревание и интенсивное откладывание жира. Период интенсивного роста у телок короче и прирост на 20% ниже некастрированных бычков и на 5% ниже кастратов. Сроки от корма меньше из-за больших затрат на корма и способности к жировым отложениям. В 15-18 месяцев телки весят 350-400 кг. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках. Субтитры создавал DimaTorzok